Это программа «День с толком» в студии Анастасия Драган. Приветствую всех на телеканале и в ютубе. Смотрите в этом выпуске. Еще на 7 месяцев Краевое Министерство Здравоохранения ответило, что происходит с запасами препаратов. Вместо «Сименс» и «Шнайдер» из-за санкций Барнаульский завод заменяет зарубежного конкурента. А какие успехи у других предприятий? Адаптивный вид спорта на Алтай может появиться хоккей на санях для детей с ограниченными возможностями. Какие у него перспективы? С инсулином перебоев быть не должно. Сейчас его запасов в Крае достаточно на 7 месяцев. И новые поставки препарата должны быть до конца февраля, сообщили в Минздраве региона. В основном это медикаменты отечественного производства, которым организму многих больных нужно адаптироваться. Как ясно из официального ответа на запрос, сейчас остаток препаратов в медорганизациях Края более 245 тысяч упаковок для больных с сахарным диабетом, бронхиальной астмой и заболеваниями нервной системы. Запасы рассчитаны на 7 месяцев. Чтобы льготополучатели и дальше получали препараты, в Крае заключили 175 госконтрактов на 900 миллионов рублей. Поставки ожидаются в феврале этого года. Еще на стадии заключения и размещения 127 контрактов на 400 миллионов рублей. Планирование закупок лекарственных препаратов, в том числе инсулина, осуществляется путем закупки с использованием системы Светофор. Закупка лекарственного препарата определенного торгового наименования для конкретного пациента возможна при индивидуальной непереносимости пациентам лекарственных препаратов иных торговых наименований или пожизненным показаниям. Однако торгов в Крае за ушедший год было всего 26%, то есть меньше трети от запланированных. Основная причина несостоявшихся аукционов – отсутствие заявок потенциальных поставщиков. Из-за этого закупки размещаются по 3-4 раза с более высокой ценой из-за отсутствия в России препаратов по минимальным зарегистрированным ценам. Что касается лекарств широкого типа, например, антибиотиков, жители Края также не раз жаловались на проблему отсутствия импортных антибиотиков в аптеках. Но получить комментарий по этой теме нам так и не удалось. Реабилитационное оборудование поступило в Краевой центр охраны материнства и детства. Оно поможет юным пациентам быстрее восстанавливаться после заболеваний, операций и травм. Продолжит тему Юлия Щепина. Уже все хорошо, уже все прошло. Спасибо. Ты звезда. Это Ксюша. Ей 17 и живет она в селе Курья. 1 сентября 2020 года она попала в аварию. Теперь проходит лечение в реабилитационном центре. У меня была, получается, левая сторона полностью парализована была. И я лежала при этом в коме. И я вышла из комы. Спасибо врачам. И у меня левая сторона трясется, когда я волнуюсь. Врачам помогает современное оборудование. Так, новый аппарат для разработки суставов позволяет безболезненно для ребенка восстанавливать функции конечности. За счет возможности выставления углов и времени воздействия на сустав удается точно рассчитать индивидуальную нагрузку. Этот и около десятка других аппаратов поступили в отделение медицинской реабилитации Центра охраны материнства и детства в конце 22 года. Было подобное оборудование? Не было. Мы ждали. Ждали этого. Не было этого. Мы делали руками. Чем хорош аппарат? У нас, в принципе, идет выздоровление до 90%. То есть раньше было 60, и мы отпускали недоработанных детей, и они дорабатывали дома. Ну, представляете, как в деревне ребенок дорабатывали? Ну, никак. То есть здесь он уходит на практически здоровье. Мы ставим на ноги его. А этот стационарный аппарат лечит низкоинтенсивным импульсным магнитным полем и оказывает обезболивающее и противоотечное действие. В основном у нас дети лечатся с отделения на этом аппарате ортопедия и травматология. Также принимаем детей с отделения неврологии. То есть востребованность аппарата очень высокая. Чем еще хорош этот аппарат, то, что можно одномоментно проводить лечение для двух пациентов. Также появился особый тренажер для тренировки опорно-двигательного аппарата – лестница-брусья, аппараты для разработки суставов руки и пальцев и другое оборудование. Мы можем еще делать ротацию в кисти, повороты. В данном уровне у нас задействовано сгибание-разгибание. Мы задали градусы и у нас работает. При этом ребенок не чувствует боли. Боли не чувствуешь? Нет. В нашем центре охраны материнства и детства осуществляется три этапа реабилитации. Первый этап реабилитации начинается в отделении реанимации. Второй – на базе круглосуточного стационара. И третий этап – амбулаторный, на базе дневного стационара. Оборудование у нас как стационарное, так и компактное, мобильное, которое при необходимости мы можем доставить в отделение интенсивной терапии. В 2022 году лечения в отделении медицинской реабилитации прошли около 9 тысяч детей, а процедуру в общей сложности провели порядка 100 тысяч. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. Вместо Сименс и Шнайдер. Алтайский завод, который выпускает электрощитовое оборудование, заменил именитых импортных конкурентов. Закрытые границы, санкции предприятию сыграли лишь на руку. Рынок открылся для отечественного производителя. Как этот шанс используют промышленники Алтайского края и есть ли чем похвастаться, расскажем далее. Электрошкаф, как сердце дома или предприятия. С таким отношением к своему продукту на Барнаульском заводе изготавливают электрощитовое оборудование. Здесь около 30 человек, и сейчас от них зависит работа на ряде объектов по всей стране. После ухода из России крупнейших импортных компаний, например, Сименс или Шнайдер, рынок электрооборудования опустел. Порядка 70, а то и 80% комплектующих и так или иначе оборудования было иностранного производства. Российские компании, соответственно, и китайские занимали оставшиеся 25-30%. Многие компании после этого ушли с рынка, причем достаточно быстро, по сути бросив многие объекты и многие проекты. Команда Павла стала экстренно включаться в проекты и предоставлять продукцию, аналогичную западным компаниям. И сейчас Барнаульский завод разве что борется со стереотипом, что логистика Сибири – это долго и дорого, и ищет инженеров и сборщиков. Несмотря на катастрофически непростой 2022-й, ушедший год открыл новые возможности для российской промышленности – производить самим для себя. В Алтайском крае подготовили целый ряд уникальных предложений. Так, наш регион производит колесные диски больших размеров для сельхозтехники. Наши подшипниковые узлы и С-образные стойки заместили продукцию из Европы и Канады, а форсунки и распылители из Германии. А графитовая фольга обеспечит производство прокладочных изделий. Больше стали выпускать бытовой химии. Значительно вырос спрос на авиационные шины, которые производят в Барнауле. На Алтае организовали или расширили выпуск тракторов, металлических опор освещения, 3D-принтеров, новых моделей вагонов. Производство прочих транспортных средств и оборудования, его доля 5,3%, индекс по нему составил 129%. Это Алтайвагон предприятие, это Барнаульский вагоноремонтный завод. В целом они 9621 вагон произвели за прошлый год, за прошлые 12 месяцев. Это на 17,7% больше, чем годом ранее. По словам министра промышленности Вячеслава Химочки, индекс промышленного производства края за 22-й год составил 101,9%. Это на пару десятков процента больше, чем за 21-й. Рост обеспечили вагонное и лекарственное производство текстильный сектор Химпром. По мнению экспертов, не стоит расслабляться и в 2023 году. И обратить внимание нужно на максимально близкую к конечному потребителю продукцию. Например, в России вообще не производят ниточки для чайных пакетиков или кольца для консервных банок. Анастасия Драган, Дмитрий Дроздов, Александр Антропов, Дмитрий Денисов. День с толком. Получил взятку 200 тысяч рублей. Следователи собрали доказательства, которые суд признал достаточными, чтобы вынести приговор бывшему начальнику отдела главного управления юстиции Алтайского края. Установлено, что с 2021 по 2022 год осужденный, а в то время он был начальником отдела материально-технического обеспечения в управлении юстиции, получил деньги от представителя ООО, который занимался ремонтно-строительными работами. Взятка была за принятое решение в пользу этой компании на выполнение ремонта в зданиях районов края. В итоге по суду за коррупционное преступление бывший чиновник должен уплатить штраф в размере 3 миллионов рублей. Также в течение 5 лет он не сможет занимать должности государственной гражданской службы. Осужденный Старцев за смертельную драку на Старом базаре в Барнауле стал потерпевшим. Теперь судить будут ранее проходившего свидетелем Дмитрия Лопатина. В соцсетях его окрестили инвалидом. По версии следствия, именно Лопатин сначала нанес несколько ударов битой Старцеву и сопровождавшим его девушкам. Первый в результате получил перелом носа, спутницы, ссадины и синяки. Сейчас Лопатина обвиняют в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений с применением предметов, используемых в качестве оружия. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Вчера должно было состояться заседание по делу Лопатина, но не явился. Лопатин якобы получил черепно-мозговую травму в ДТП. Напомним, драка произошла 27 июля 2021 года в районе Старого базара. Возле уличного кафе Михаил Старцев поссорился с мужчиной. Перепалка переросла в драку. Еще один участник конфликта, Рохлов, попытался разнять их, но потасовка продолжилась уже между компанией Старцева и самого Рохлова. В результате Старцев нанес удар кулаком Рохлову, а травмым последний скончался на месте. В марте прошлого года суд приговорил Старцева к шести годам колонии строгого режима и обязал выплатить семье погибшего 4 миллиона рублей. Пенсионный проездной стал необоснованно дорогим, считает одна из жительниц Барнаула. Она обратилась в нашу редакцию с просьбой осветить проблему стоимости проездного с ограниченным числом поездок. По мнению пенсионерки, на данный момент общая сумма ежемесячной переплаты составляет 250 рублей. Тему продолжит Мария Мацаева. Вот нам ее выдали и вот мы ее пополняем. Пользоваться проездным билетом Любовь Григорьевне приходится каждый день. Это поездки на автобусе от дома до работы и обратно. В час пик или плохую погоду случается добираться и с пересадками. Проездной помогает при этом сэкономить на проезде. Но недавно пенсионерка столкнулась с изменениями по своему тарифу, что привело женщину в недоумение. Она обратилась в нашу редакцию. Для того, чтобы помогли растолковать, почему проездные вот для нас, пенсионеров, не ветеранов, повысились так, что получается. Проездной, который стоил 550 рублей, он повысился на 100 рублей. Но, какая хитрость, убрали 5 поездок. Было 45, стало 40. Вот это где справедливость? Так разве можно поступать с пенсионерами? Попробуем разобраться с непростой арифметикой. Для пенсионеров действуют два типа проездных. Первый безлимитный, без ограничений по количеству поездок на месяц. Он сейчас стоит 900 рублей. Кстати, он тоже недавно подорожал на 100 рублей. И есть проездной лимитированный. 650 рублей за 40 поездок. Лимитированный раньше стоил 550 рублей. И было в нем 45 поездок. Убрали из него 5. Каждая по 30 рублей. Суммарно, это потеря 150 рублей. Плюс общее подорожание тарифа на 100 рублей. И, как итог, переплата в 250 рублей. Как-нибудь это можно урегулировать? Что это комитет по транспорту может как-то это сделать? И кто вообще за это отвечает? Кто это наценяет? Почему нельзя сделать? У нас, как у ветеранов, льгот нет никаких. Высока ли сумма переплаты? Каждый судит, конечно, по своему кошельку. Тем не менее, растолковать непростые арифметические действия и понять, почему произошло подорожание, нам помог Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Барнаула. Количество поездок по данному проездному определено на основании статистики по данным электронной системы оплаты и учета проезда наибольшей доли совершаемых поездок по лимитированным пенсионным проездным. Порядка 75% пользователей совершают 40 поездок. Но, как рассказала сама пенсионерка, теперь этих 40 поездок ей не хватает. Приходится покупать безлимитный проездной за 900 рублей, что еще дороже и невыгоднее. Получается, я столько не наезжаю, все равно. Найти золотую середину, чтобы не переплачивать, не так просто. Однако, как заверили в ведомстве, кататься по проездному все равно выгоднее. Ведь расчетная стоимость одной поездки по нему – 16 рублей, что почти в два раза меньше стандартного проезда. Обязанность по обеспечению пенсионеров по возрасту правом льготного проезда на федеральном и региональном уровне не закреплена за органами местного самоуправления законодательно. Администрации города принято на себя добровольное обязательство по оказанию дополнительных мер поддержки данной категории граждан с компенсацией выпадающих доходов пассажироперевозящим организациям. Там же добавили, что в текущем году пересмотра тарифов не планируется. Напомним, недавнему решению о повышении цен на проезд предшествовало широкое обсуждение. Так, общественная палата города единогласно поддержала это предложение, назвав меру вынужденной. Увеличенные тарифы, считают чиновники, смогут перекрыть текущие расходы транспортных предприятий. Мария Мацавлик, Сифризин. День с толком. У жителей Алтайского края обнаружили шкуру снежного барса. Об этом сообщили алтайские таможенники. Находку они направили на экспертизу, которая подтвердила, что шкура действительно принадлежит Ирбису, который входит в перечень особо ценных животных, занесенных в Красную книгу России. По данному факту правоохранители проводят проверку. К слову, за добычу редких животных уголовным кодексом страны предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет и штрафом в миллион рублей. Новый вид спорта может появиться в Алтайском крае. Следж-хоккей или, проще говоря, хоккей на санях для детей с ограниченными возможностями. Десятки таких детей со всех уголков России прибыли в Барнаул, чтобы познакомить с новым спортивным направлением алтайских детей. На одну из тренировок побывала наша съемочная группа. Тему продолжит Дмитрий Дроздов. Клюшка с крюком, сани, шлем, защита и налет. Все, как полагается, в Следж-хоккее. Этот вид спорта у нас в новинку. Одним из инициаторов его развития в Барнауле стал Дмитрий Удалов. Он в свое время мог поехать на Сочинскую паралимпиаду. Сейчас же мечтает создать детскую команду по Следж-хоккею. Его идею поддержала Федерация адаптивного хоккея страны. В итоге сборы для ребят и открытые тренировки для привлечения народа. Я так посмотрел, где был. Очень хорошо, что это очень помогает детишкам реабилитироваться, во-первых. Как-то, допустим, для основной форм инвалидности, для ДЦП, это очень хорошо и спину, и плечи, и координацию развивать. Для ампутантов тоже. Но самое главное, это, по сути, сплочение коллектива и общение для детей, чтобы они не замыкались. Особых ограничений для занятия Следж-хоккеем нет. Этот вид спорта подойдет для людей с разными физическими ограничениями. ДЦП, слабым слухом или зрением. Перед началом тренировок будущих спортсменов обследуют медики. Допускают к занятиям только в полной эгипировке. Сейчас важно понять обратную связь от наших ребят. Интересно им это. Хотят ли глубоко этим заниматься. Первоначально это грантовая поддержка. А дальше уже садимся за круглый стол, привлекаем людей и развиваем команду дальше. Но опять же, понимаем, что это дело непростое. На открытую тренировку пришло около 12 ребят. Этого количества вполне хватит для создания полноценной команды. Сейчас проводят работы с родителями, сбор документов и их сознательное отношение к выбранному виду спорта. Если все всерьез, детей при первой же возможности выпустят на лед. Кто знает, может быть, среди этих новичков удастся вырастить будущих паралимпийских чемпионов от Алтайского края. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком. Самовар на 415 литров едет на Алтай из Ирбита, Свердловской области. Попить чайку из него смогут все гости сибирской масленицы, которая по традиции пройдет в Новотырышкино 25 февраля. Он готов напоить 2000 человек с этого самовара, с одного. С 24-го начнет его топить, он на дровах. Он будет топить и продолжит его 25-го с утра. Путешествующий самовар России, так называют этого гостя, из-за путешествий по разным регионам России приедет не один. Вместе с ним прибудут еще два самовара на 30-60 литров из Омска и Москвы. Свои самовары предоставят и санаторий Белокурихи. С травяным чаем, заваренным по авторским рецептам, поить гостей будут абсолютно бесплатно. Если у вас есть рецепт вкусного чая и самовар, можете поделиться этим с организаторами фестиваля и позже принять участие в нем. Напомню, что фестиваль «Сибирская масленица» пройдет на Алтае в 16-й раз. В 2016 году фестиваль получил гран-при регионального этапа национальной премии в области событийного туризма. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok